Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Одно спилить, два посадить. Как в Анапе, старые ветхие деревья не только сменяются, но и приумножаются новыми зелеными насаждениями. Первобытная археология и тайна Большого Утриша. Анапский историк презентовал книгу, в которой раскрыл историю уникального места от каменного века до позднего Средневековья. Как закалялась сталь и ковалась победа – очередной триумф анапских спортсменов на соревнованиях мирового уровня. На Кубани запустят программы по межведомственному взаимодействию санаториев и поликлиник. Комплекс мероприятий по этому направлению сегодня обсуждали на региональном совещании по вопросу организации медицинской реабилитации на базе санаторно-курортных предприятий, которое прошло в Геленджике. Его провел вице-губернатор Кубани Василий Швец. В совещании участвовал исполняющий обязанности глава Анапы Юрий Поляков. Также в делегацию курорта вошли главные врачи городской больницы, санаториев Мотылек, Анапа-Океан, Делуч и других здравниц. Всего мероприятие объединило около 300 представителей региональных ведомств и учреждений. На совещании обсудили разработку механизма по взаимодействию врачей поликлиник с краевыми здравницами, которые сегодня предлагают лечение по более чем 500 программам самой разной направленности. В частности, в ближайшее время у медиков появится полиграфический материал с информацией о лечебных и оздравительных программах, которые применяют в санатории, больной лечебнице и пансионате. Об этом и других темах регионального совещания подробнее мы расскажем в завтрашнем выпуске новостей. Завершается газификация поселка Утаж. Жители ждали этого момента и теперь многие готовы взять на себя свою часть расходов. В городской администрации рекомендуют воспользоваться государственной программой, которая позволит сократить затраты населения в разы. Новенькая газораспределительная станция в поселке Утаж четвертая. По следам на земле видно, где проложены газовые трубы высокого давления. Специалисты занимаются предпусковой проверкой и подготовкой. Уже в ближайшее время в систему подадут газ. Это уже третья очередь газификации. Теперь у всех жителей поселка есть возможность подключиться. Любовь Борискина живет на этой улице уже более 30 лет. Говорит, что этого момента ждали с нетерпением. Там газ, там газ. Живем, как говорится, среди газа. А у нас как остров какой-то без газа. Представьте, тяжеловато. И дрова дорогие сейчас. А уголь вообще? Не знаю, что цены даже не знаем. У нас даже собрания не было. Собрания еще. Просто провели вот это. А чего, как дальше, не знаю. Уже надоело дровами топить. И сейчас дрова дорогие. Готовить их надо. Уже здоровья нет. Теперь дело за местными жителями. По закону сети низкого давления коллективной собственности. Многие опасаются, что не потянут такие расходы. Замначальника городского управления капитального строительства рассказывает председателю квартального комитета о государственной программе софинансирования. Для этого нет необходимости создавать кооператив. Есть действующая структура территориального общественного самоуправления. И сбор средств в ее полномочиях. Во-первых, она работает сегодня. Это самое главное. Газификация продолжается. И стоимость реализации значительно дешевле для муниципального образования и, в первую очередь, для населения. Жители вносят только свою часть. Порядка 20% от общей стоимости сетей низкого давления. Смету рассчитывает государственная комиссия. Цена может только снизиться в ходе аукциона, который определит подрядчика. Все зависит от активности и решения самих жителей. В управлении капитального строительства готовы оказать консультационную помощь. После того, как трубы проведут по улицам, собственники смогут обратиться к газовикам. Это отдельная статья расходов, и ее можно отложить до удобного момента. Стоимость работ будет зависеть от расстояния между домом и сетями низкого давления. В любом случае, это реальные инвестиции. Там, где есть газ, там дороже недвижимость. Сегодня продолжается газификация и хутора Усатого Балка. Готовится строительство уже третьей газораспределительной станции для хуторов «Рассвет и Заря». А также работы ведутся в станице Гастагаевской и Хуторе Чекон. К нам в редакцию стали поступать тревожные сообщения от анапчан, что в курортной части города по улице Ленина спиливают многолетние деревья. За разъяснением ситуации мы обратились к руководству «Зеленстроя», где нам пояснили, что это вынужденная мера безопасности, так как данные деревья представляли большую опасность для жителей и гостей курорта. Кроме того, нас заверили, что на этом месте в ближайшее время появится новая «Зеленая аллея». Причем гуще прежней. Подробности в сюжете. Это все, что осталось от восьми американских кленов, которые когда-то украшали курортную часть улицы Ленина. Невооруженным взглядом видно, сердцевина стволов сгнила настолько, что буквально рассыпается от прикосновения. Фактически многометровые исполины держались за счет тонких стенок и в любой момент могли упасть на машины или проходящих мимо людей. Это остатки ствола, но это срез на 24 метра. Вот такое было дерево с такой ожогной как бы троной, которая в тот момент могла упасть. По этим спилам даже невозможно определить, сколько точно лет было деревьям. Специалисты предполагают, что не менее 40-45, хотя в городских условиях американские клёны живут не более 25 лет. Эти деревья исчерпали свой жизненный ресурс почти в два раза. Деревья, которые растут в городе, они очень жестко эксплуатируются. Эксплуатируются жестко в чем? Деревья имеют всего там приствольный круг, метр чуть больше. Понимаете, это недостаточно для того, чтобы было хорошее питание корневой системы. Поэтому, значит, вот эти деревья раньше стареют, увядают, усыхают. И, соответственно, появляется необходимость сноса этих деревьев. У нас в городе очень большое количество деревьев, которые подлежат сносу. Сейчас на улице Ленина ничего не напоминает о тех масштабных работах, которые проходили накануне. Сотрудники зеленстроя уже выкорчевали оставшиеся пни и завезли новый грунт под посадку. Теперь здесь ничто не угрожает ни пешеходам, ни машинам, ни соседским зданиям. Местные жители говорят, что это нужно было сделать уже давно, ведь чрезвычайные происшествия случались неоднократно. Где-то 5-6 лет назад упало дерево вот прямо напротив входа в кафе. Большая часть дерева упала. Возможно, что если бы были люди, то, может быть, даже были бы постадавшие. У нас зацепила часть кровли, зацепила часть вывески. Точно так же на моей памяти имеет быть место, когда стоял автомобиль. Нива, как я помню, парень, по-моему, работал в Анапе океан охранником. На него, на его автомобиль упало полностью дерево. Как помню, машина была повреждена полностью, выплачивали страховку. Уже на днях на замену старым поступят новые деревья. Причем их здесь высадят не 8, как было раньше, а 16. Известно также, что рост каждого саженца будет превышать 4 метра. А значит, пешеходная зона останется в тени. Все больше юных анапчан стремятся к финансовой самостоятельности, чтобы не просить у родителей деньги на велосипед, компьютер или мобильный телефон. Родители подобное устремление само собой поддерживают. Найти работу на каникулы или подработку в свободное время помогают в городском центре занятости населения. У Юлии Бобковой четверо сыновей. Старшим 16 и 17 лет. Второй год подряд они работают озеленителями в санатории «Русь». Четыре часа в день, утром или вечером, когда и как удобно, получают примерно по 11 тысяч рублей в месяц. Это было их решение. К среднему 14 и в семье надеются, что он пойдет по стопам братьев. Помимо определенной финансовой независимости, это еще и ценный жизненный опыт. Они знают, что им на работу надо идти. Он приходится учебать, по-быстренькому. И перекусил, и побежал снова на работу. Старшимся, чтобы они мужчинами росли. Они же все-таки мужчины будущие, правильно? Будущие добытчики, будущие защитники наших женщин, чтобы они домой копейку какую-то приносили. Все-таки мужчина есть мужчина. За 9 месяцев текущего года через центр занятости населения работу получили 755 подростков. На четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Есть утвержденные перечень работ. Они должны быть прежде всего безопасными. Также многие устраиваются в школу, чтобы помогать с уборкой и благоустройством. Перед осенними каникулами уже поступило 110 заявок. Это не считая тех, кто придет за направлениями самостоятельно. Подростки хотят работать, идут активно к нам. Самое интересное, что те дети, которые работали в школе, они также продолжают там работать. А вот те дети, которые работали в санаториях или в структуре ЖКХ, они в прошлом году работодатели только присматривались к ним и брали их по две недели, по месяцу. В этом же году уже стараются брать на все лето. То есть видят, что действительно дети работают и работают хорошо. Есть случаи, когда предприниматели берут на работу несовершеннолетних без какого-либо договора. В итоге не нарабатывается стаж, а права остаются незащищены. Специалисты центра выявляют такие факты. Подросткам и их родителям рекомендуют искать работу через городскую службу занятости. Сегодня можно не только приходить лично, но и связываться со специалистами через интернет. Курортный сбор на территории Краснодарского края в 2018 году составит 10 рублей с человека в сутки. Такой размер пошлины накануне предложил установить министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди. Он отметил, что в первый год сверхдоходов от нововведения не ждут. На этом этапе важно отработать механизм. Данное правило будет распространяться не на все территории региона, пока курортный сбор будет действовать только в Анапе, Сочи, Горячем Ключе и Туапсинском районе. Напомним, эксперимент по развитию курортной инфраструктуры стартует 1 мая 2018 года. Льготные категории граждан и жителей Краснодарского края будут освобождены от уплаты пошлины, а все собранные средства останутся в муниципалитетах и пойдут на развитие курортной инфраструктуры. Цивилизация на территории, где сегодня находится заповедник Утриш, началась в каменном веке, раньше, чем предполагалось до этого. Такую версию озвучил историк Андрей Новичихин. Сегодня он презентовал свою книгу «Утриш сквозь века». Издание посвящено году экологии и столетию заповедной системы России. Это булавки типа суко. Так их официально именуют в научной среде. По названию долины, где их находили больше всего, бронзовые предметы выполнены в форме листа. По одной из версий, такой мотив связан с древом жизни, одним из символов мироздания. Ствол мир живых, корни царства мертвых, а крона – мир богов. Мы не имеем реконструкции одежды для этого времени. Единственное, что некоторые магиня, скажем, эти булавки встречены в комплексе бронзовыми трубочками. Возможно, одежды снабжались трубочками, и потом их была в Касклавово. Андрей Новичихин уже почти 40 лет изучает археологические памятники. Первобытные, античные, средневековые. Книга «Утриш сквозь века», которую представили в музее Горгипия. Систематизация наработанного материала. Артефакты хранятся в музеях Новороссийска и Анапы. Относительно недавно археологи из Санкт-Петербурга нашли кремниевый отщеп, сделанный по достаточно передовой на то время технологии обработки камня. Теперь ученые предполагают, что первые люди пришли сюда в конце каменного века. Раньше, чем принято считать. Гронзовый век, век дольменов, затем соседство племен Кавказа и греческих поселенцев. Это часть ландшафта исторического в любом случае. То есть природные границы с границами политическими, с границами культурными совпадают, как известно, далеко не всегда. То есть ясно, что в разные периоды ситуация могла меняться. То есть если мы для начала античности можем видеть в этой территории какую-то контактную зону между античной цивилизацией и племенами Кавказа, то начиная с 4-го века до нашей эры эта территория входит в состав Воспорского царства, хотя, возможно, какие-то отдельные этнокультурные особенности она тоже имела. Там есть следы и античных поселений, и, скажем, на исследованных памятниках Бронзового века, Железного века присутствуют рыболовные грузила. То есть без всякого сомнения мужской промысел там процветал. Книгу выпустили по заказу государственного заповедника «Утриш» к столетию заповедной системы России и Году экологии. Ее постарались сделать научно популярной, доступной максимально широкому кругу читателей. Люди эту территорию, они должны полюбить и узнать, что люди любили ее всегда. И первое тысячелетие, и второе, и до нашей эры. То есть первые люди тоже любили нашу «Утриш», как и мы. Тираж издания – 500 экземпляров. Он предназначен для библиотек по всей стране, включая Анапу. Несколько книг получили участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые проходят в Сочи в эти дни. Кроме того, издание можно будет в любое время и бесплатно скачать в электронном виде на сайте заповедника. Курортный «Олимп-2017» пройдет в новом формате. Официальная церемония награждения победителей конкурса лидеров туриндустрии состоится уже 25 октября в Туапсинском районе. В этом году впервые перед началом церемонии награждения пройдут конференции и круглые столы, в рамках которых обсудят поддержку малого и среднего бизнеса, санаторно-курортного комплекса, а также развитие аграрного туризма в крае. Ну а вечером состоится торжественная церемония награждения победителей и концертная программа. Напомним, на участие в 12-м курортном «Олимпе» подано почти 130 заявок со всего края. Санаторно-курортные предприятия «Анапы» не раз становились обладателями курортного «Олимпа» в разных номинациях. Победителем престижного конкурса признавался и сам город-курорт. Уже известно, что в этом году «Анапу» представят санатории «Сибур-Юг», «Давиль», «Мотылек», отели «Гранд-Прибой» и «Гранд-Меридиан», экскурсионные фирмы «Визит» и «Анапа-Тур», музей «Гаргипия» и другие. Триумфальное возвращение! Из Сербии прибыла делегация анапских спортсменов. Наши самбисты вновь на высоте. В копилке анапчан золотая и бронзовая медали с молодежного чемпионата мира по самбо. Какой ценой далась победа и каким новым испытанием готовятся воспитанники детской спортивной школы номер 4 в нашем сюжете? Спортивная школа номер 4 – это настоящая кузница чемпионов. Здесь обучается более 1800 детей. Многочисленные достижения воспитанников на всероссийском и мировом уровнях уже стали настоящим примером для других спортивных учреждений города. И вот в копилке школы новые победы. С 13 по 15 октября в сербском городе Новисад прошел молодежный чемпионат мира по самбо, на который приехали лучшие спортсмены мира. Россию представили всего 40 человек. Двое из них – наши спортсмены. Дарья Тепчук стала победителем весовой категории свыше 80 килограммов. На ее счету это уже третье золото. Она приехала сюда в 2016 году. Очень, конечно, тяжелая работа. Ей тяжеловато, конечно, было поменять именно технику, поставить основные броски, потому что в прошлом году она в финале проиграла «Казашки». У которой сейчас выиграла с нормальным преимуществом, то есть как раз вот готовили по техническим отношениям. Она стала лучше двигаться, она уже стала бросать, хорошо бросать. И в финале с участницей из Армении она выиграла. Я у себя же занималась, тоже с самбо, но здесь перспектив больше, тренер хороший. Ну, в спорте это часто происходит, когда спортсмен меняет свое место. Я вот решила поменять на Анапу. Мне показался этот вариант очень перспективным. Арман Гамбарян на этих состязаниях весовой категории 52 килограмма завоевал бронзу. По мнению тренера, у его воспитанника были все шансы на победу, но сказались интенсивные нагрузки. Спортсмен просто не успел восстановиться. Устал немножко, потому что всю зиму проездил по сборам. То есть он проборолся много, где стал в Туле призером Кубка Европы, а тут отобрался на Кубок Европы в Германию, где также он стал третьим на Кубке Европы в Германии. Затем в Португалии стал первым. В Венгрии Олимпийский фестиваль тоже стал первым. По самбо результат, третье место на первенстве мира. Еще раз повторюсь, он мог бы гораздо лучше отбороться. Плохо настроился первый раз, на первенстве мира боролся. Как-то психологически было тяжело настраиваться. Ну и сам как-то по ошибке проиграл. Ну не делал то, чего надо было. Сейчас анапские спортсмены продолжают подготовку. Арман Гамбарян готовится к международному турниру, который пройдет в Китае в следующем году. А у Дарьи Типчук на подготовку осталось совсем немного времени. Уже 26 октября она улетает на Кубок Европы по самбо, который пройдет в Мадриде. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». По прогнозам синоптиков, 19 октября в Анапе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем до плюс 19 градусов. Ночью прохладнее – 14 выше нуля. Ветер южный от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 17 градусов. И в завершение выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...